Здравствуйте, вы на канале Ярослав Ролова и сегодня мы с вами посмотрим дом до 1,5-2 миллионов рублей. Сейчас это самый востребованный бюджет, который, ну это вот где-то от 1,5 до 3,5 миллионов рублей, это самый востребованный бюджет, если люди хотят переехать в Крым. Почему? Потому что, ну, кредитов нет, к сожалению. То есть раньше можно было в ипотеку, действительно, за 12-15 миллионов взять дом в ипотеку, спокойненько его за 10-15-20 лет выплатить, и все нормально. Но сейчас такое возможности, ну, я не знаю, кто берет ипотеку по 30-35%, честно, я не представляю, сколько же надо, как, в общем, что должно в жизни случиться, что брать такую ипотеку. Поэтому сейчас покупают в основном за кэш, за наличку. Ну, без нал, наличка, это все понятно, да, то есть за деньги, без кредитов, ну или там с минимальными заемными средствами. Так вот, сейчас, по крайней мере, как я вижу, то есть люди покупают за небольшие деньги, то есть, да, до 3,5-4, может, даже миллионов рублей, потом, либо сразу, либо через некоторое время просто туда вкачивают дополнительные деньги, 2-3-5 миллионов рублей, и у них получается абсолютно новый дом за те же 10 миллионов, но это можно растянуть по времени, то есть можно сейчас, не дожидаясь повышения цен, а цены в Крыму растут постоянно, это я вас не запугиваю, мне говорят, вот ты меня запугиваешь, а ну там в этих, в комментариях пишут, вот ты, друзья, мое личное, сейчас это не инвестиционные какие-то предложения, не рекомендации, ничего, но мое личное мнение, что с 2021 года, с августа 2021 года, что я наблюдаю в Крыму за недвижкой, я вижу только постоянный рост на дома и участки, квартиры по-разному себя ведут, апартаменты, квартиры, они вот так вот прыгают, а дома и участки здесь растут постоянно, по моему личному мнению, я вас не призываю покупать, но просто имейте в виду, то есть уже с какой-то 4-й год идет, и я просто за этим наблюдаю ежедневно, вот, блин, вот сейчас 2 секунды, я перехвачу, вот как-нибудь, блин, у меня, наверное, палец попадет, ну вот, ничего сделать, не могу, рука устала, вот, поэтому давайте, давай все-таки вот сюда вернем, так вот, ладненько, давайте болтать не будем, ладненько, давайте болтать не будем, тем более, что я сегодня же помимо этого дома, там же буду снимать для своего Рувантовского проекта дом, ну, в общем, он дорогой дом, реально дорогой, все его контакты, если вдруг захотите, есть в описании к этому ролику, я, скорее всего, тоже поставлю ссылку на объявление, но по Рувантовскому дому выйдет отдельный сюжет, поэтому увидите его, там будет огромный дом двухэтажный, ну, там будет интересно, но это не то, что мы с вами будем смотреть, естественно, сегодня в этом ролике, вот, да, кстати, если вдруг вы не знаете, что такое Рувант, Рувант – это проект по продаже, покупке недвижимости в Крыму, если вы крымчанин или вы хотите продать недвижимость свою в Крыму, приходите на этот проект, ссылка на его описание есть тоже внизу, в описании к этому ролику, все, давайте, не буду болтать больше. Давно достаточно здесь не был, смотрите, это Александровка, и здесь вот такой остатки костела стоят, католического. Ну и заодно покажу вам Александровку. Хорошее большое село, кстати, находится в центре Крыма, это Красногвардейский район. То есть здесь есть газ, здесь хорошие дороги, здесь недалеко от райцентра, не так далеко от Симферополя. Если меня сейчас начнут спрашивать, Ярослав, а вот сколько до моря? До моря здесь, наверное, кадром, ну, смотря в какую сторону. Смотря в какую сторону, например, куда мы едем, туда 141 километр, а напрямую, наверное, на километрах в 100. Так, и что это, где у нас было? Я просто новый телефон, и немножко у меня по-другому работает все. Поэтому терпите. В ближайшую неделю, две месяцы в разных роликах будут какие-то ошибки, крюки. К вопросу о дорогах. Я в каждом ролике практически снимаю вам дороги, да. Хочу сказать, что да, дороги плохие, вот типа вот той вот еще есть, да. Да, но больше и больше. Прям десятками километров ежегодно делают новые дороги. Прям вот новые. То есть, единственное, что вот эту дорогу делали года два назад, ну, она уже вот машинка... Через 500 метров поверните налево. Чувствуйте машинку, подбрасывай немножко. А вот сейчас поворачиваем, насколько я помню, дорогу сделали буквально только что, ну, месяца два-три назад. Поверните налево. Еще раз, чтобы вы понимали, мы едем по центру Крыма, то есть не по парадному Крыму, не около там, не около Джанкуэя, не около Симферополя. А вот именно прямо, если смотреть на карту Крыма, то мы едем прямо по самому центру Крыма. И вот это вот не основная дорога. Знаете, она дорога, которая идет, грубо говоря, с право-налево по Крыму, то есть вот такая параллельная карта. Не вертикальная дорога, а параллельная. То есть одна из... И тем не менее, это шикарная дорога. Раньше была в хлам убитая. Я когда здесь катался, это было ужасно. Сейчас, видите, даже на пузотерке я еду спокойно. Да, мы сегодня так же получилось. На своем трушном канале, те, кто вдруг не знает, у меня есть канал Ярослав Фролов за изентру. Ну или просто трушный Ярослав Фролов. Про сегодняшнюю ситуацию у меня с машинками я там расскажу. Итак, я обещал быть честным и трушным всегда, поэтому показываю вам и дороги, которые, ну, мягко сказать, ушатанные. Мы сейчас едем как раз по... Мы уже по западу Крыма едем. Мы уже из центра уехали. И здесь вот дороги, кстати, так же, как и на востоке Крыма, здесь они, ну, мягко сказать, не новые. Но на западе есть один глобальный плюс. На западе дороги новые вдоль моря, например. Мы поедем там тоже сегодня. Вот. То есть от Раздольного до Черноморского там действительно хорошая новая дорога, год или два назад сделанная, как даже показывал недавно у себя в ролике это. Ну вот, а здесь, конечно, дороги немножко того-сего ушатанные. Но их сделают. В Крыму дороги делают. То есть надо понимать, что в Крыму дороги... Тем более, это не самая плохая дорога. Я пока начал снимать, началась хорошая дорога. Была вообще вот тут в хлам убитая. А тут более-менее еще. Вот это ФАП. Вот так выглядят в Крыму ФАПы. Они... Есть не рыжие, но в основном... В основном они все вот рыженькие. Особенно те, которые новые построены. Которые старые. ФАП это... Ну, вдруг вы не знаете. ФАП это фельдшерский акушерский пункт. Первой помощи медицинской здания. Это еще не поликлиника, но там принимает фельдшер. Который вам даст направление в больницу. Что-то по больницам, по всему. Здесь ничуть не хуже, чем в любом другом регионе. Я думаю, даже чем в Москве. Здесь есть и хорошо, и плохо. Но все по-разному. Я почему продолжаю вам снимать, чтобы вы просто посмотрели на дороги. Да, да, да. То есть... Да, в Крыму не все идеально. Я никогда не показываю вам идеальную картинку. Да, здесь вот такие вот и ушатанные дороги есть. Мы сейчас еще поедем. Там будет еще более ушат. Ну, что я не знаю, буду я снимать, нет. Ну, а с другой стороны, на вот этой пузотерке не так сильно нас трясет, кстати. И так, друзья, еще раз повторю. Вот еще раз. Мы едем смотреть дом до полутора, где-то двух миллионов рублей. Где он находится, я вам не говорю по одной простой причине. Я этот дом не продаю. Это не Рувантовский объект. Вот сегодня с утра я ездил снимать Рувантовский дом. Да, там хороший, классный двухэтажный дом. Да, вот его мы продаем. И в том ролике я, естественно, все сказал. Хотите посмотреть те дома и видео с домами, которые можно купить участками, зайдите вот на Рувант и там посмотреть. Это я сейчас говорю не для заказчика своего, естественно. Это я говорю уже для зрителей моего канала, чтобы вы понимали, почему я не говорю. Через 400 метров поверните налево. Сейчас, ну, просто бесполезно абсолютно говорить вам, где мы находимся, потому что этот дом, скорее всего, когда вы смотрите, он уже продан. Давайте будем смотреть все-таки, куда ехать. Поверните налево. Село. Мой заказчик, для кого я снимаю, прекрасно знает, естественно, куда еду, что еду, потому что перед тем, как я просто так не езжу, перед тем, как ехать, мы сначала здесь все разобрались, перебрались. Поэтому сейчас я подъеду и отсниму дом. Ну, он нас повел круговой дорогой. Тут уж не обессудьте. Вокруг повел. А то, смотрите, очень сильно развито здесь тепличное хозяйство, значит, можно ставить теплицу, на чем нулевое. Значит, можно заниматься тепличным бизнесом, и вам здесь помогут. Самое главное, что вам помогут с ним. То есть не то, не просто, что вы захотели им заниматься, а вам помогут. И на первых порах подскажут, куда, что сеять, как сеять, что делать, куда продавать. Это самое важное. Вообще, я тут, насколько знаю, вырастет не так сложно, как продавать. А вот, аж продать, мне так кажется, для всех значительно сложнее, чем произвести продукт. Ну, еще и в тот же момент надо произвести очень качественный, хороший продукт. Ладно, я же в свое трушное пошел. Кстати, вдруг, уже тоже говорю сейчас больше для зрителей, если вдруг вас интересуют какие-нибудь там предпринимательские мысли, о предпринимательстве и так далее, и вы не устали меня слушать, то у меня есть трушный канал. Найдите просто трушный канал Ярослава Фролова. Прямо так называется, трушный Ярослав Фролов. И вот там много интересного. Так, вот это, наверное, машинка. Нас ждут. Нет, не нас. Нет, слишком хороший забор. Где нас ждут, не знаю, не помню адрес. Сейчас пойду адрес. Вот, а, вот. Вы приехали. Сейчас пойду адрес. Посмотрю. Итак. Показываю по фасаду. Как здесь, что. Здесь гараж. Мы в него с вами зайдем обязательно. Гараж. Ну, все, надо понимать изначально, да. То есть, дом старый. Цена по этому небольшая. Смотрите. У соседей наверху стоит фонарь. То есть, здесь по ночам светло. Здесь соседи живут. С той стороны соседи, это фактически хозяева этого дома. То есть, тут вас никто обманывать ничего не будет, потому что жить вам с ними рядом. Кстати, очень хорошая в этом отношении покупка. Здесь вода, счетчик входит в дом. Там есть. То есть, здесь подключат. Тут же счетчик подключен. Он есть, да? Да. То есть, счетчик есть. Ворота есть. Вообще, в принципе, дом, заходи, живи. Ну, естественно, внутрь надо сделать канализацию. Но там какая-то есть канализация, но там, наверное, все старое. То есть, там даже есть место под туалет, где раньше был. То есть, все это увидеть. Мы зайдем не отсюда. Здесь мы не смогли открыть. Сейчас как раз через соседи зайдем. Ну, соседи, это хозяи, в общем. Предваряю вопросы по поводу двух теплиц, которые там есть. Сразу скажу, я об этом спросил. Говорят, что теплицы, в принципе, живые. То есть, туда только надо поменять вот эти деревянные фасады. И их можно запустить. Заодно, в принципе, хозяев, кто продает, можете проконсультироваться, как и что с этим теплицем здесь сделать. По дому. Дом лет 10-12 был стянут. Вот, смотрите. Видите, вот по углам вот так стяжка. Раз он простоял эти 10-12 лет, значит, он еще простоит долго упорно. Стягивали, я так понимаю, вот из-за этого. Видите, вот трещина пошла. Но так как уже стянут, уже никуда это не денется. Если сильно переживаете, значит, убираем вот эти все отливы, все вот это убираем, обкапываем дом и очень сильно его бетонируем. А там уже забито? Да, да, мы их обкапывали, там забетонировали. А, уже обкапывали? Ну, так тем более тогда. Ну, вот это просто было, потому что если там обкапано, оббетонировано, то уже ничего не... Дом крепкий. То есть, я посмотрел, дом крепкий. А еще вот эту сторону, когда сейчас будем с вами смотреть, там есть комната отштукатуренная, увидите. То есть, она живая. Если бы дом падал, это было бы видно. Зайти мы должны были вот отсюда. Смотрите здесь. Здесь виноградная арка. Хороший черный, судя по тому, что внизу лежит здесь черный виноград. Классный, вкусный. Причем, смотрите, много-много лоз тут. Если ухаживать, ну, первый год, наверное, будет так себе. А со второго года здесь будет очень хороший сбор винограда. Первый год, наверное, все подрезать надо будет. Вот, давайте пройдем. Сначала идем по этому... По участку, а потом в самом конце я вам покажу дом. Сейчас давайте посмотрим этот гараж. Так, лампочка такая. Наконец-то появилась. Так, смотрите. Гараж. Сюда абсолютно спокойно заходит любая пузотерка. Внедорожник навряд ли, потому что здесь высота потолка где-то. И притолки там где-то метр девяносто, не больше. Но любая пузотерка сюда зайдет без проблем. Здесь пробетонированы полы. Я не вижу, чтобы было сыро. Ну, вот тут такие вот вещи, да, есть. Вот такие вещи есть. Но, если не захотите его разбирать, тогда просто опять-таки этот гараж надо просто так же стянуть. Ну, в общем, разберетесь. Гараж есть. Здесь можно закрывать уже. Идем дальше. Тут есть минимальные деревья. Я так понимаю, это груша растет. Здесь, это, наверное, какой-нибудь абрикос стандартный. Орех огромный, классный. Сейчас пойдемте посмотрим. Я еще до самого конца там не дошел. Здесь есть, как он, пугриб называется. Причем, ну, нет, 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 нет. Нет, крышу надо менять. То есть, надо скидывать крышу. Увы, да. Но стены есть, уже хорошо. Сэкономите уже достаточно много денег. Крышу надо будет снять, все раскопать, все это раздолбать, уронить, вытащить и сделать заново крышу. Вот, это да. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Так. Идем дальше. Покажу вам вот пристройку сразу. Вот с этой стороны покажу, потому что вдруг потом забуду. Вот за этим окном находится как раз туалет. А, нет, это туалет ван дальше. Это у нас пристройка. Ну, сейчас мы с вами там пойдем, все увидите. То есть, вот с задней стороны дом. Вообще дом, если смотреть сзади, вот он. Вот эта пристройка. Вот там вот дом. Чтобы вы просто понимали, как мы что находимся. И дальше пошли такие, знаете, сыроюшки, пристройки. Такие вот. Их. Ну, если вам нужно, тогда оставите. Если не нужно, тогда под снос. Вот это был старый, древний гараж. Я так понимаю, это обязательно был гараж. Потому что вот в Крыму везде вот такие гаражи. Так, тут открывать не буду. Дайте вот так-то покажу. А, здесь, смотрите, какая красота. Это было зернохранилище. Здесь хранили зерно, потому что он все забетонировано от крыс. Хотя сверху он почему-то есть. Сверху почему-то он лаз есть. Его заделаться. Так, это у нас понятно. Тут у нас уже без задней двери, поэтому тут можно вот так показывать. Вот. Вот эту крышу вам надо будет разобрать. Это как раз над погребом. Там уех. Так, давайте посмотрим самое интересное. Что здесь есть. Когда мы подъезжали, я вам показывал, что здесь, в этом селе, очень хорошо распространено. Насколько я увидел, в теплицах люди выращивают, а значит, зарабатывают деньги. Причем, я думаю, нормально зарабатывают. А то бы не занимаюсь бы этим. Две теплицы. Фасады вот эти надо убрать, сжечь. А вот сами теплицы, говорят, живые, все хорошо. Видите, какая тут красота. Вот это все ваше. Вот такие вот теплички тут. Давайте обойдем их тогда уж. Аж, я пошел. Это уже соседская земля. А ценность, в общем, этого участка, еще и в этих тепличках. То есть тут осталось сделать фасады, натянуть полиэтилен. А перед тем, как ставить фасады, я бы тут трактором выстрелил. Ну, или трактором, или чем-то, мотоблоком. Да, трактором, наверное, для начала. Пропахал бы внутри. Здесь как раз уже соседи ваши. Замечательные люди. И вот. Так. Сейчас мы дома войдем. Я же правильно понял, что теплички это же вместе с этим домом идут. Я уточнил у хозяев. Вот эти вот сарайки, которые мы с вами только что видели с задней стороны. То есть на край можете их разобрать. Хотя они на цементе. Когда на цементе, они достаточно плохо будут разбираться. Но почему бы нет. Эта пристройка вот здесь вот прямо. Здесь. Как раз ванна. Сейчас мы зайдем, все увидите. Вот это сам дом. Видите, вот он обвязан. Где-то арматуринка привязана. Вот. Дом делали для себя. Но потом жизнь немножко изменилась. И вообще все изменилось. Вот такой дом. Вот он. Вот эта трещина. Ну, чтобы вы точно уж понимали, что вот да, трещина есть. Причем эта трещина, она будет сейчас видна изнутри. Вот это и вот это. Вот эти две трещины, они изнутри есть. Но зато здесь все остальные углы все живые, насколько я. Ну, надо понимать. Ну, опять-таки, я говорю, я вот сто раз говорю одно и то же. Надо понимать стоимость этого дома. Тем более, я не спрашивал. Но, может, еще чуток сильной заинтересованности еще и уступит. Так, давайте заходим в дом, чтобы вы точно все понимали. Вот оттуда вход. То есть вот оттуда вход. Здесь не открыто. Заходим вот через пристройку. Здесь небольшая верандочка. И дальше, да, тебя будут светить. Вот так вот. Это пристройка сзади дома. Помните, я вам ее показывал? То, что... Вот эти сарайки там, то есть все. Я говорю, что впереди ванна. Вот, заходим сюда. И здесь у нас вот такая вот... То есть место под туалет, по крайней мере, временное. Все есть. Сюда пробить канализацию. Ну, или даже не временное. Все зависит от того, сколько вы хотите денег потратить на реконструкцию этого дома. Возможно, у нас это будет постоянно. Возможно, вы сделаете там, например, баню, а здесь опустите вот этот пол. Потому что уровень пола, я так понимаю, такой же, как там. Тут перепад в 20 где-то сантиметров. И будет уже нормально. Потому что сейчас здесь потолок где-то около двух метров. Все, давайте заходим в дом. Уже в основной дом. Здесь стоит печь, которая топится. Если мы проходим направо, то здесь одна проходная небольшая комната. И дальше у нас спальня. Как раз спальня. Вот ее полностью вывели по маякам. Ее штукатурили. И вот это я вам показывал. Вот эти трещинки. Да, они есть, к сожалению. Вот они. В чем они появились? Видать, не так давно. Уже после обвязки. Да, я ошибся немножко. Это уже после обвязки. Вот, видите? Бетонирование не помогло. К сожалению. Вот он. Все выведено. Но треснуло. Дом из ракушки. Он играет. Он живой. Он реально, видите, здесь тоже. То есть это дом из ракушки. Дом из ракушки. Он живет. Тут уж. А дальше вам принимать просто решение. То есть он не развалится. Он не то, что он не рухнет. Там вот, что прямо взял, рухнул. Там ничего с ним не будет. Он простоит все какое-то время. Там 20, 30, 50 лет. Он простоит. Он же простоял уже лет 50-70. Еще столько же простоит. Это вот получается зал. Это зал печки. Везде текло. Сейчас уже, я так понимаю, не течет. Но потолок тек. Ну, потолок я думаю проще натянуть здесь. Правда, будет низковато. Вот так. Вот здесь. Вот здесь. Я говорю, здесь никаких трещин. Ничего не вижу. Все нормально. Вообще дом. Дом. В принципе, заходи, живи. Со своими нюансами. Но за свою цену. Дом заходи, живи. Очень неплохо. Здесь огромнейшая веранда. Помните, я говорю, закрытая дверь. Вот она. Ну, вам даже кому-то ставят этот буфет. Я думаю. Ну, не знаю. Не спрашивал. Я думаю, оставят. Здесь веранда. Понятно, что здесь вот это все. Что-то куда-то пошло-поехало. Что-то рассохлось. Что-то где-то. Но. Я видел дома в сто раз хуже. И мы их покупали. Мы их восстанавливали. Ну, имеется в виду, мои заказчики их восстанавливали. Так что вот. Такой вот дом. Надеюсь. Надеюсь, он вам приглянется. Потому что, в принципе, за свою цену, ну, нормальный дом. Все. Выходим. Вышли. Друзья, посмотрели ролик. А теперь поставьте лайк. И не забудьте подписаться на этот канал. И еще. У меня есть телеграм-канал подбор дома в Крыму. Где я публикую очень много интересного. Но про сегодня я публиковал. И до сих пор еще буду публиковать. Один день из жизни Ярослава Фролова. Как я ездил снимать этот дом. И еще плюс сегодня же я снимал другой еще дом. Поэтому подпишитесь на телеграм-канал подбор дома в Крыму. Продолжение следует.